Здравствуйте, в эфире новости, с вами Юрий Зайцев. Пожар на улице Пушкинской в Туле практически уничтожил объект культурного наследия. Дом купца Страхова собирались приватизировать, реставрировать и в итоге передали собственнику. Однако старинное здание осталось без внимания и охраны. Какая судьба ждет полусгоревший памятник истории и культуры, расскажет София Кириллова. Шесть пожарных расчетов тушили бывший дом купца Страхова почти полчаса. Открытое пламя удалось ликвидировать, но к этому времени уже выгорели комнаты второго этажа, лестницы и обрушилась кровля. От многострадального здания, которое состояло на государственной охране как объект культурного наследия еще с 1991 года, остался фактически только фасад. Образчик местной архитектуры второй половины XIX века недавно взял под крыло культурный патруль. Волонтерский молодежный проект, который занимается сохранением памятников истории и культуры, включил бывший дом купца Страхова в список объектов, нуждающихся во внимании. С ним активисты собирались на днях обращаться в правительство региона. Войдет ли туда теперь полусгоревшее здание – неизвестно. Расселили бывший дом купца Страхова еще в 2014 году. В 2016-м власти заявили о готовящейся приватизации и передаче его собственнику. Тульские краеведы предлагали устроить в бывшем доме Страхова музей городского быта. Однако в итоге в старинном здании нашли приют лица без определенного места жительства. Двери трехметровые, таких дверей уже не делали. Есть не три с половиной. А что вы сносите? Паркет, да, сказали, сносить не могут. Прошлым летом собственника все-таки нашли. По условиям договора он должен был полностью отреставрировать здание и содержать его в дальнейшем. Проектную документацию планировали разработать с июня по октябрь текущего года. Теперь собственнику все равно придется это делать, но уже с учетом пожара. После продажи здания собственникам заключено охранное обязательство и документ, который называется «Акт технического состояния». И как раз вот в этом акте непосредственно расписано на пять лет вперед мероприятие, которое собственник обязан выполнить. Восстановление однозначно, здесь второго решения не дано. В соответствии с федеральным законодательством собственник обязан это сделать. В данный момент администрация проводит проверку причин и точного места возгорания. Далее совместно с собственником специалисты начнут прорабатывать вопрос по восстановлению памятника. София Кириллова, Сергей Давыдов, Новости Тулы. Депутаты Тульской областной думы рассмотрят вопрос о прекращении полномочий заместителя председателя регионального избиркома Александра Машкова. Вопрос входит в повестку очередного заседания парламента. Напомню, Машков покинул пост по собственному желанию, сославшись на возраст. Ранее также пост председателя Тульской избирательной комиссии покинул Сергей Костенко. Должность занял бывший депутат Тульской городской думы Павел Веселов. Платная парковка на улице Союзной в Туле открыта. Об этом рассказали в ходе еженедельной оперативки в городской администрации. Новая автостоянка рассчитана на 180 машин и мест и будет работать по будням с 8 утра до 7 вечера. Первые три часа размещения на ней будут бесплатными, последующие каждый час 100 рублей. Кроме того, полностью бесплатной парковка будет также в праздничные и выходные дни. 10% от общего количества парковочных мест выделены для транспортных средств инвалидов первой и второй группы, а также их законных представителей. В администрации Тула отмечают, что основная цель работы новой парковочной площадки – обеспечение свободными и доступными местами жителей и гостей города, посещающих исторический центр. С подрядной организацией Трансдурстой был заключен контракт на ремонт дорожного покрытия по улице Благовещенской от Союзного переулка до Советска с обустройством парковочного пространства. Полностью контракт выполнен. И, Васильевич, сегодня мы открываем данную парковку, докладываю. Вот это вот нашу площадку. Пять нарушений выявлено в Туле в ходе проведения единого государственного экзамена. Об этом на еженедельном оперативном совещании администрации города доложила начальник управления образования Татьяна Золотова. По ее словам, выпускники были удалены с экзамена за использование шпаргалок и телефонов. Теперь они смогут пересдать ЕГЭ только в следующем году. Немало туляков отличились положительно. Вооружение столицы 28 школьников сдали госэкзамен на 100 баллов. Во всем регионе таких подростков более полусотни. Кроме того, выпускница лицея номер один получила высший балл сразу по двум основным предметам – математике и русскому языку. Выпускники, которые получили неудовлетворительные оценки по экзамену, не явились на экзамен по уважительным причинам, например, по причине болезни, или досрочно закончили сдачу экзамена, у нас были такие ребята, которым становилось не совсем хорошо во время процедуры проведения экзамена, соответственно, могут пересдать в резервные сроки в сентябре 2018 года. Три человека сгорели заживо в результате ДТП на автодороге Тулы-Белев. Там столкнулись фура «Вольво» и отечественный «ВАЗ». После удара легковушка загорелась, водители двое пассажиров из авто выбраться не смогли. Личности погибших сейчас устанавливаются по предварительным данным. Именно водитель «ВАЗа» выехал навстречку. Также в ДТП пострадал пассажир «Вольво» – 9-летний ребенок. Он госпитализирован с переломом ключицы. По факту стрельбы в центре Тулы возбуждено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. В минувшую субботу мужчина произвел полтора десятка выстрелов из автомата возле одного из кафе недалеко от здания областного управления МВД. Оружие было охолощено. По словам очевидцев, группа молодых людей каталась на автомобиле БМВ. Один из пассажиров в этот момент палил из автомата в воздух. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Кроме того, на водителя БМВ составлен административный протокол. Он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Тульский «Арсенал» продлил контракт с полузащитником Михаилом Александровым. Новое соглашение с болгариным канониры заключили на один год с возможностью продления. На данный момент «Арсенал» находится в Австрии. Там проходит третий тренировочный сбор команды. В эти минуты оружейники проводят контрольный матч с местной Аустрией. Первой официальной встречи в российской футбольной премьер-лиге «Тулики» сыграют с московским «Динамо». Уже назначена дата – 29 июля. Игра станет для «Арсенала» домашней. Еще на тему футбола. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин – один из творцов успеха сборной России на чемпионате мира. Как сообщает коммерсант, именно Дюмин помирил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и нападающего Артема Дзюбу, который забил на музеале три мяча. Вместе с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым Дзюба ездил к Черчесову, который сначала не хотел брать футболиста на чемпионат мира. Дзюба, напомню, вторую часть прошлого сезона провел за тульский «Арсенал». В День семьи любви и верности в Туле сочетались браком 27 пар. Для десяти праздничная церемония прошла в Кремлевском сквере. Молодожены одновременно обменялись кольцами перед памятником Петру и Февронии Муромским, которые считаются покровителями семьи. Согласно данным статистики, с каждым годом все больше пар решают пожениться именно в этот день. Мероприятие в городе Туле проводилось когда-то очень-очень давно такого масштаба, но мы решили возродить эту традицию и сегодня в таком красивом месте символично очень провести единую регистрацию. А в Ефремове День семьи любви и верности отметили концертной программой и торжественным открытием композиции, посвященной многодетной семье. В планах появление в сентябре скульптуры по мотивам творчества Ивана Тургенева. Подробности в материале нашего корреспондента. Ефремовцы с интересом пытаются заглянуть под белое полотно, скрывающее новый арт-объект парка имени Бунина. В Ефремове ко Дню семьи любви и верности состоялось открытие скульптуры «Многодетная семья». Вокруг композиции в парке, который уже стал одним из любимых мест отдыха ефремовцев, расположилась комфортная зона отдыха. Эта композиция вписывается в наш парк. Как раз эта зона, в которой установили этот памятник, является зоной, тихой зоной, специально для прогулки мам с колясками. И думаю, что эта композиция вписалась в наш парк. Об этом же могут с уверенностью и благодарностью сказать и жители города. Пусть молодежь смотрит, и мы старые удивляемся, все приятно здесь. Будет еще одна достопримечательность города Ефремова. Благодарим губернатора, который оказывает внимание нашему району. И благодарим главу нашей администрации, Блатобаева Сергея Григорьевича, что он возродил, так сказать, наш город культурно. После церемонии открытия в парке состоялся праздничный концерт, где выступили местные музыкальные коллективы и артисты Турской областной филармонии. Супругам, которые прожили в браке долгие годы, вручили памятные медали за любовь и верность. А также молодым семейным парам и многодетным семьям вручили памятные подарки и грамоты главы администрации. Очень приятно, что именно многодетной семье открылся памятник, потому что чем больше семья, чем больше у нее детей, тем она крепче. И тем больше дается нашему городу. Наш город будет процветать, если в нем будет больше жителей. В планах ко дню города Ефремова на набережной установят скульптуру, посвященную Касьяну, персонажу из сборника рассказов записки охотника Ивана Тургенева. Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы. Более подробно о жизни Тулы и области на нашем сайте tsn24.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова